Как выглядит самый большой комар в мире? На что способны самые опасные комары? И какие другие насекомые могут похвастаться невероятными способностями и особенностями? Сегодня мы погрузимся в мир насекомых и познакомимся с ними поближе. В этом выпуске я покажу вам самых больших, грозных, опасных и рекордных насекомых в мире. КОМАР МУТАНТ КОМАР МУТАНТА Но насколько он большой? Невероятно, но размах его крыльев превышает 11 сантиметров. Это намного больше, чем у обычных комаров. Что касается самого вида, то его открыли еще около 150 лет назад. Но лишь недавно ученые нашли настолько крупную особь. Уверен, вам интересно, насколько такой комар опасен? Может он способен прокусить руку? Или он может высосать огромное количество крови? На удивление, нет, этот комар вообще не представляет угрозы для человека. Он плохо летает, питается цветочным нектаром, и максимум, что может сделать, это напугать своим видом. И все же мы знаем комаров как кровососущих животных, которые вечно норовят укусить человека, назойливо жужжат в спальне, пока мы пытаемся заснуть, и так далее. Укусы обычных комаров неприятны, но терпимы. Да, потом несколько дней будет чесаться рука или нога, но это не так страшно. Куда страшнее получить укус от малярийного комара, насекомого, считающегося самым смертоносным в мире. Но сегодня я не буду заострять на нем внимание. Лучше взглянем на менее известного комара, желто-лихорадочного. Если малярийные комары переносят только малярию, то эти насекомые представляют собой целый летающий контейнер, в котором можно найти много болячек. Желто-лихорадочный комар переносит такие заболевания, как лихорадка Денге, желтая лихорадка, вирус Чикунгунья и вирус Зика. Вдобавок эти насекомые переносят еще около 50 видов вирусов и даже паразитов. Это делает его очень опасным, ведь никогда не знаешь, что можешь подцепить от этой букашки. К тому же, в отличие от малярийных комаров, которые представляют угрозу в основном только для жителей Африки, эти маленькие монстры распространены очень широко. От Центральной Америки и Африки до Азии и Австралии. Его можно обнаружить во многих местах южного полушария, и от него точно стоит держаться подальше. Укус этого комара опасный, но не такой болезненный. В целом, он не сильно отличается от укуса самого обычного комара. Но в мире насекомых есть создание с чудовищной силой укуса. И, на удивление, первое место в этом плане занимает... Кузнечик! Для кого-то это может стать открытием, но на самом деле многие кузнечики кусаются достаточно болезненно. Рекордсменом же стал австралийский кузнечик с таким сложным видовым названием. В 2018 году энтомологи установили, что сила его укуса составляет более 10 ньютонов. Да, это совершенно ничто по сравнению с теми же крокодилами, акулами, тиграми и так далее. Их даже глупо сравнивать, но для такого небольшого размера такая сила укуса просто запредельная. Природа даровала австралийскому кузнечику мощные жвалы, чтобы тот мог разгрызать древесину при строительстве гнезд. В них кузнечик помещает кладку яиц. Также он питается растительностью, а значит сильные жвалы ему точно не помешают. Наверняка, когда я сказал про самый сильный укус, многие из вас ждали, что я назову муравья. Многих из нас кусали муравьи, и это было реально больно. Для такого крошечного размера у них феноменальные челюсти. Все так, и в мире насекомых есть муравьи, которые поражают своим укусом, а точнее удивительной работой своих жвал. Это так называемые муравьи-капканы из Карибского региона и Южной Америки. Муравьям не просто так дали такое простонародное название. Их жвалы действительно работают словно капкан. Они защелкиваются со скоростью до 230 километров в час или за 130 микросекунд. А у муравьев вида Мистриум Камилая и вовсе рекордный показатель – 23 микросекунды или 320 километров в час. Муравьи, о которых я рассказал, защелкивают челюсти так быстро, что они из-за этого буквально взлетают или отлетают, словно на реактивной тяге. Защелкивание челюстей подбрасывает их до 20 сантиметров в воздух. Это помогает им молниеносно сбежать от опасности. Например, чтобы защититься от паука или сбежать из ловушки муравьев. Ну и в атаке такой навык очень даже действенный. Не знаю, как вы, а я бы точно не стал подставляться под укус этих муравьев. Мне кажется, что на такой скорости они могут отгрызть кожу на пальце без особых проблем. Это точно будет больно, но не так больно, как когда тебя кусает тарантуловый ястреб. Я не ушел от темы, выпуск все еще про насекомых. Это не тарантул и не ястреб, и даже не их гибрид. Так прозвали грозную дорожную осу. Эти осы крупные, до 5 сантиметров в длину. А еще у них очень длинное жало длиной до полсантиметра. Вообще, эти осы не проявляют агрессию к людям, но если их разозлить или буквально вынудить, то они укусят человека. В этом случае у пострадавшего на время отнимется или анимеет конечность, после чего она опухнет. Тарантуловый ястреб обладает одним из самых болезненных укусов или ужалений на планете. Этот укус невозможно забыть. И все же, как я сказал, агрессию эти осы к нам не проявляют. А вот к тарантулам или прочим паукам очень даже. Именно поэтому они и получили свое название. Грозные тарантуловые ястребы безжалостно расправляются даже с крупными пауками. Их ужаление парализует членистоногих. После этого оса откладывает в нем яйца, а когда те вылупляются, то личинки питаются тканями еще живого паука. Это жестко. Не менее жестоки по отношению к паукам еще одни насекомые. Жуки-убийцы. Их еще называют жуками-ассасинами. Это одни из главных врагов пауков на планете. Я бы сказал, действуют они не столько жестоко, сколько расчетливо, хитро и безжалостно. Над пауками они расправляются разными способами. Один из самых излюбленных и действенных – устроить пауку ловушку и заманить его в его же паутину. Для этого жук очень осторожно забирается на паутину, так, чтобы ни в коем случае не дернуть ни за одну ниточку. В стиле супершпиона ассасин крадется по паутине, выбирает подходящее место, устраивается и вот теперь можно дергать нитки. Паук считает, что ему попалась жертва. Радостно и он ползет навстречу жуку-ассасину, не зная, что тот в безопасности. Это сам паук уже не жилец. В ротовой полости жука имеется нечто, похожее на длинную заостренную соломинку. Это рострум, что-то вроде клюва. Как только паук оказывается на расстоянии атаки, жук-убийца быстро хватает врага за передние лапки и начинает бить его своим клювом. На то, чтобы умертвить паука, у него уходит не более 10 секунд. Но иногда ассасин вступает в прямой бой без всяких манипуляций с паутиной и тоже побеждает паука. Но нельзя сказать, что у него идеальная статистика. Иногда и пауки побеждают этих хитрек. Мир насекомых очень разнообразный. Тут можно найти необычных жуков-убийц, огромных комаров, муравьев, летающих за счет челюстей и вот таких странных созданий. Палочники, листовидки, страшилки, привиденьевые. У них много имен, но лично мне больше нравятся палочники. Они ведь действительно похожи на палки и ветки. И это неспроста. Это одни из главных мастеров скрытности в мире насекомых. Что-то вроде хамелеонов из мира букашек. Палочники могут запросто затеряться среди листьев и деревьев, забравшись на ветку и слившись с ней. Найти их будет непросто. Но палочники интересны не только этим. Это еще и самые крупные насекомые в мире. А точнее, самые длинные. Палочники могут достигать 30-40 сантиметров в длину, а с вытянутыми конечностями они увеличиваются до 55 сантиметров. Есть и еще более крупные палочники. Например, фреганистрия Чинэнсис Чжао. Главный современный рекордсмен длиной 62 сантиметра. Это просто феноменальный показатель для насекомых. Из-за этого палочники выглядят очень страшно. Словно какие-то инопланетные монстры или радиационные мутанты. Так и ждешь, что они нападут. Но это почти никогда не происходит. Они могут защититься от хищников ножными шипами или неприятной субстанцией. Но человека не атакуют практически никогда. После всех этих ужасов, огромных насекомых, болезненных укусов и беспощадной охоты, хочется немного разрядить обстановку и поглазить на что-нибудь красивое. Например, на бабочек. Мне кажется, никто не станет спорить, что бабочки – это самые красивые насекомые на планете. Но они выделяются не только своей красотой. Многие энтомологи также считают их самыми выносливыми насекомыми. По крайней мере, так можно сказать про бабочек-монархов. Каждую осень эти удивительные создания устраивают длительную миграцию. Они покидают родные пенаты в Канаде и США и летят на юг, в Южные Штаты и Мексику. Им необходимо пересечь все Соединенные Штаты, чтобы добраться до цели. Удивительно, но однажды это удалось сделать одной особенной бабочке-монарха. Энтомологи поместили ее в Канаде и отловили в Техасе. Оказалось, что она преодолела не менее 4635 километров. Нужно обладать невероятной выносливостью, чтобы сделать это. И все же это редкое исключение из правил. Жизнь этих бабочек коротка, поэтому миграцию обычно начинают одни бабочки, а заканчивают уже другие их потомки. А иногда за время миграции сменяется сразу несколько поколений. Когда теплеет, бабочки-монархи вновь выдвигаются домой, на север, а через несколько месяцев уже их внуки, правнуки и праправнуки вернутся сюда, спасаясь от суровой зимы. Возможно, кто-то из вас не знал о бабочках-монархах, но следующее насекомое известно каждому. Это водомерка. У нее ясный и понятный титул. Самое устойчивое насекомое в мире. Мы все видели, как эти создания умело держатся на воде и не тонут. Да и в целом, с балансом у них проблем нет. Но как им это удается делать? В чем секрет такого невероятного равновесия и дружбы с водой? Энтомологи выделяют две причины. Во-первых, на конечностях и тельце этих насекомых имеется слой водоотталкивающих жиров. Это что-то вроде воскообразного материала, который сильно отталкивает воду и не дает водомерке потонуть. Во-вторых, на кончиках конечностей водомерки имеются волоски. Они очень маленькие и их очень много. На задних конечностях их насчитывается до 16 тысяч на квадратный миллиметр. На них водомерки опираются, они же служат рулевым механизмом. Правда, за волосками необходимо ухаживать и приводить их в порядок. Если этого не делать, они износятся и водомерка потонет. Ну и помимо этого, водомерка очень грамотно расставляет конечности в воде, что позволяет ей держать феноменальный баланс. Водомерки явно умные насекомые, раз они так классно овладели физикой. Но все же в плане интеллекта они точно уступают главным гением мира насекомых – пчелам. На это указывает много факторов. Например, те же пчелиные соты. Это же настоящее произведение искусства. Это идеальные шестиугольники, все как под копирку. Ученые считают, что пчелы строят такие соты не просто так. Именно такая форма позволяет им использовать минимум строительного материала при максимуме внутреннего объема каждой соты. При этом между ними не остается просветов. Вдобавок, пчелы способны общаться друг с другом, словно киты или дельфины. Для этого они танцуют. Виляющий танец – главное средство коммуникации пчел. Со стороны может показаться, что в этих дерганьях нет никакого смысла, что это хаотичные движения, словно в каком-то припадке. Но это не так. Таким танцем пчела указывает собратьям, где находится нектар, куда надо лететь, где строить улей и так далее. Пчелы умеют использовать солнце в качестве ориентира и движения танца делают больше конкретики. Например, если пчела виляет вверх, значит нужно лететь к солнцу, если по прямой, то от солнца. Также пчелы могут вилять по направлению от 12 до 6 часов или наоборот. И каждое из таких виляний имеет смысл и означает конкретное направление движения, конкретное место назначения. У пчел в голове словно встроенный компас и часы, и это позволяет им отлично ориентироваться в пространстве. Помимо этого, пчелы способны считать, решать некоторые задачи, адекватно оценивать свои способности, а некоторые ученые считают, что у пчел даже есть задатки к самосознанию. Это однозначно самые умные насекомые на планете. Учитывая то, какие невероятные соты строят пчелы, их можно было бы назвать еще и лучшими строителями в мире насекомых. Но, как по мне, этого титула заслуживают другие создания. Термиты. Термиты могут показаться обычными букашками, но на самом деле они во многом превзошли даже нас, людей. И это не преувеличение. Начнем с того, что термиты появились гораздо раньше нас. Считается, что они появились около 200 миллионов лет назад. За такой огромный срок они успели освоить сельское хозяйство, садоводство, создать цивилизацию и завести армию. Колонии термитов насчитывают огромное количество особей. Им надо где-то жить, и для этого термиты возводят термитники. Это абсолютно феноменальные строения, которые в своей сложности могут посоперничать с небоскребами людей и даже с нашими городами. Более того, именно термиты придумали строить свои дома так, чтобы кондиционирование происходило естественным путем за счет продуманного распределения воздушных потоков. Невероятно, но эту идею позаимствовали люди-архитекторы при создании многих современных домов, торговых центров и небоскребов. Вы не ослышались, термиты буквально научили нас строительству. По крайней мере, частично. Сами дома термитов – это произведение искусства. Там все продумано. Есть комнаты разного предназначения, коридоры, туннели, галереи. Термиты строят свои дома с умом, чтобы внутри было максимально комфортно и безопасно. На создание одного термитника могут уйти годы, десятилетия, столетия и даже тысячелетия. В таком случае термиты могут создать настолько грандиозное строение или комплекс строений, что в это трудно поверить. Некоторые термитники по своей совокупности площади сопоставимы с целыми странами и могут насчитывать десятки миллионов холмов. И то это лишь верхушка айсберга, ведь все самое интересное сокрыто под землей. А сейчас я расскажу вам, на что способен самый опасный паук в мире. Бразильский странствующий. Одним из самых, а возможно и самым опасным пауком в мире на сегодняшний день является бразильский странствующий паук. В простонародье его прозвали банановым за то, что он испытывает невероятную страсть к этим плодам. Перейдем сразу к делу и отметим, что для людей эти пауки тоже невероятно опасны. Все дело в их сильнейшем нейротоксине, который содержится в теле. Даже в небольших дозах этого яда будет достаточно, чтобы отправить человека на тот свет. Тем не менее, яд этого паука используется в медицине. Короче говоря, лучше этому паучку дорогу не переходить. Причем сделать это будет не так сложно, потому что габариты у бразильского странствующего довольно большие. Взрослая особь имеет размах лап до 18 сантиметров в длину, при этом его тело равняется где-то 5 сантиметрам. Окрас у представителей этих особей бывает разным, но всех их объединяет темный тон, а также мелкие, но густые волоски. Стоит отметить и 8 сильнейших ног бразильского странствующего паука. В его случае они являются не только инструментом для передвижения, но и помощниками в обонянии и осязании. К слову, этот паук в принципе по минимуму рассчитывает на свое зрение, хоть у него и много глаз с разных сторон. Кажется, будто паук может видеть все вокруг, но на деле зрение у него довольно плохое. Он опирается на ощущения движений вокруг и запахи. Несмотря на это, охотится этот паук все равно может и более того, делает это вполне успешно. Наверное, все дело в том самом удивительном яде, который он впрыскивает жертве при первом же контакте. Его действие полностью парализует жертву, блокирует работу мышц, останавливает дыхание и сердце. А слюна, которую членистоногая вместе с ядом заносит внутрь организма врага, превращает внутренности в мякоть и делает их легкими для всасывания паучком. Эта тактика вместе с ловкостью и довольно большой силой делают из бразильского странствующего полноценного хищника, который способен одолеть кого угодно. Даже опаснейшие лягушки или рептилии не станут для него помехой. Кстати, забыл спросить, вы знаете, почему этого бразильского паука зовут странствующим? Все дело, как ни странно, в его любви к путешествиям. Эта членистоногая может переехать из родных бразильских лесов на любой другой континент, а помогут ему в этом люди. Пауки прячутся в контейнерах с бананами или любой другой провизией и отправляются в дальнее путешествие. Причем, где именно их высадят, особой роли не сыграет. Ведь везде можно найти каких-то насекомых, небольших паукообразных или мелких позвоночных. А это главное меню этого монстра. Птицеед Голиаф Нашего следующего гостя трудно с кем-либо перепутать, ведь птицеед Голиаф – это один из самых крупнейших пауков в мире. Крупнейший в истории представитель этого вида достигал 28 сантиметров в длину, и это полностью подтвержденные данные. Радует то, что встретить его, несмотря на это, не так легко. Обитает птицеед Голиаф в пещерах и норах тропических лесов. К тому же, несмотря на его описание в книге рекордов Гиннесса или каких-либо других изданиях, сам по себе вид является достаточно редким. Ученые предполагают, что это может быть связано с особенностями размножения. Они требуют сезонных изменений условий содержания, и как следствие, эти пауки редко размножаются в неволе. Хотя, мне кажется, тут дело не только в сезоне, но и в самом отношении самок к самцам. Не просто же так у самцов на передних ножках расположены небольшие крючки, которыми он придерживает огромные хелицеры самки во время спаривания, спасая себе таким образом жизнь. Будь все устроено проще, никто бы и не переживал, был готов к постоянному спариванию, и вид не считали бы редким. А пока имеем, что имеем. Кроме крючков, птицеед Голиаф обладает темным окрасом и волосками на лапках. Вот только последние – это не украшение и не что-то для спаривания. Из-за этих самых волосков членистоногая способна вызывать сильное раздражение у своего визави. Происходит это практически сразу, как только они попадают на кожу, в легкие или слизистые рта и носа. А для того, чтобы оружие достигло цели, пауки резкими движениями задних лапок смахивают волоски в направлении противника. Помимо этого, они служат для паука органом осязания. Волоски улавливают малейшие колебания земли и воздуха. И это им как никогда кстати, ведь со зрением, ровно как у бразильского странствующего паука, у Голиафов проблемы. Симфитогнатые пауки. Пока читал, как правильно произносится название этого необычного семейства пауков, чуть язык себе не сломал. Их можно встретить практически везде. В тропиках Центральной и Южной Америки, в Австралии, в Африке и даже в Японии. Вот только встретить, это громко сказано. К семейству относятся много разных видов, но я бы хотел выделить один, по моему мнению, самый интересный и уникальный. Это вид Пату Дигуа. Нашли его в тропических дождевых лесах Колумбии. И я бы пожал этим людям руку, ведь у меня в голове не укладывается, как им это удалось сделать. Представитель этого вида имел длину меньше одного сантиметра. Всего 0,37 миллиметра. Разумеется, он тут же попал в Книгу рекордов и начал изучаться учеными. Кто знает, как давно он ползал среди нас. Возможно, он жил столько же долго, сколько существует человечество. Просто его никто и никогда не замечал. Самое забавное, что этому пауку идеально подходит высказывание «мал да удал». Он постоянно пребывает в движении и не перестает охотиться на мелких беспозвоночных, которые оказываются беспомощными против его сильных и острых хелицер. Не меньшую роль здесь играет и восхитительное зрение совместно с острым обонянием. Все это помогает обнаруживать вибрации и химические сигналы, которые издает потенциальная добыча. Зеркальный паук. На самом деле, в природе довольно много необычных созданий, которые могут привлекать внимание не только своим крошечным видом, но и, например, зеркальным окрасом. Взгляните на этого паука. Ведь даже те, у кого арахнофобия, не захотят прихлопывать его своим тапком. Разве я не прав? У этих особей структура гуаноцитов усложнена настолько, что она чередуется с бесформенным веществом. Они накладываются друг на друга, как бутерброд. Это позволяет не просто рассеивать и преломлять свет, а отражать его. Более того, эти создания научились пользоваться своей особенностью и контролировать ее. С помощью специальных мышц, прикрепленных к гуаноцитам, они способны менять размер зеркального пятна. При наличии хищника или другого раздражителя, зеркальные пятна на брюшке паука становятся похожи на малюсенькие стразы. А в спокойном состоянии вся поверхность брюшка превращается в сплошное витражное стекло. Хотели бы повстречать таких пауков в реальной жизни? Напишите в комментариях. Паук-павлин Следующий представитель членистоногих, о котором у нас пойдет речь, приковывает к себе внимание с первого взгляда. Трудно представить, насколько тяжело самкам, которых он пытается впечатлить. Он ведь перед ними еще и танцует, представляете? Его программа состоит из длительного выступления, за время которого противоположный пол либо решит дать согласие на спаривание, либо отправит негодяя-танцора прямиком в утиль, а точнее в свой живот. Но не спешите писать о том, как все нечестно. Наш паук-павлин тоже тот еще проказник. Несмотря на то, что его габариты составляют всего четверть ноготка, он является ядовитым и чрезвычайно опасным. Так, стоп, выдыхайте, не для людей, для нас он совершенно безопасен. Даже если паук-павлин кого-то укусит, вообще ничего не произойдет, даже покраснение может не возникнуть. А вот для его сородичей, ууу, тут все куда опаснее и интереснее. Для сородичей этот паук Ганнибал Лектор от мира членистоногих. Он обладает невероятно острым зрением, высокой выносливостью и большой скоростью, которой будет достаточно, чтобы догнать кого угодно. А его пушистые лапки с легкостью улавливают каждое колебание воздуха, из-за чего даже затаившейся добычи будет от него не скрыться. Вместе с этим этот безумец крайне умен, ведь не просто так его мозг занимает треть от всей головогрудии. Пауки-плеваки. Альтернативное название этих созданий – сцитадесы. Опять-таки сразу обозначу, что они совершенно не опасны для людей. Вместе с этим плеваки не плетут грандиозных сетей ловушек, да и на вид ничем не примечательны. Но все-таки есть у них одна особенность. Во время охоты они заплевывают свою добычу. Может это звучит немного грубо, но зато точно. За это они и получили свое звание плевак. В семействе этих пауков есть около 150 видов, и все они, по сути, распространены вообще везде. Им совершенно фиолетово, где и с какой дистанции будет вестись бой. В любом случае, они постараются определиться с добычей и плюнуть в нее жидкостью из паутины и яда. Жидкая паутина быстро застывает, обездвиживая добычу. А чтобы при попадании она покрыла врага целиком, во время прицеливания плеваки любят раскачиваться, как маятники. Как только бедная добыча плевака полностью обессилит, паук подойдет к ней и впрыснет в нее свои пищеварительные соки. В итоге из нее получатся очень вкусные блюда. А пока жертва будет перевариваться, он аккуратно оттащит ее до своего гнезда, где ему никто не будет мешать. Даже смотреть через экран на этих созданий противно. Но что делать, если членистоногая оказалась у вас дома? Сама невозмутимость. Когда кто-то из нас видит паука, мы сразу хотим отбросить его в сторону как можно дальше. Ну его к черту связываться с этим противным членистоногим, которое внезапно может укусить, или, что еще хуже, оказаться ядовитым. Куда лучше попросить животных разобраться с незваным гостем? Вы только посмотрите, как легко это дается котам. Даже когда паучок прыгает им на мордочку, они, как самые невозмутимые существа на планете, не начинают паниковать, а методично, при помощи языка, пытаются снять негодяя. Как же приятно выйти летом на улицу, вдохнуть теплого воздуха, дотронуться рукой до свежей травки, и просто обалдеть от того, что где-то в ней все это время была спрятана тьма пауков. Да, на самом деле, тут не трава, а пространство под окном, но все же, как эти создания вообще умудрились спрятаться на столь маленькой территории? У меня это в голове не укладывается. И ведь самое странное, что автор видео совсем не парился. Он медленно проводил рукой, на нее падали один за другим противные пауки, а мужчине хоть бы хны. Вот бы всем такой выдержки и спокойствия. У девушки из следующего видео дома завелся шпион. Паук думал, что его никто не заметит, но автор ролика был другого мнения на этот счет. На самом деле, на месте девушки я бы слишком сильно не волновался. Судя по действиям паука, ему тоже страшно, и он хотел бы поскорее оттуда выбраться. Поэтому девушке было нужно просто найти кого-то похрабрее и провести вместе с ним спасательную операцию. Вы знаете, той девушке из прошлого видео еще сильно повезло, что все это произошло в большом доме, где есть куда спрятаться. Порой ты можешь заметить незваного гостя в самый неподходящий момент. Во время езды на байке, например, парень катался с ветерком в компании своей любимой собаки, как вдруг их идиллию нарушила вот эта членистоногая. Пауку хотелось сесть за руль и показать, как на самом деле нужно водить, но парень был против. Ну а когда тот таки добрался до руля и осознал, что уехать в одиночку у него не получится, он решил, что чтобы не тратить время зря, нужно хотя бы напугать человека. Паук подобрался поближе и совершил прыжок прямо на автора видео. Стелс проникновения Если в прошлой истории все было на открытой местности, прямо на глазах у водителя, то вот здесь я как-то даже переживал за психику и нервы людей внутри внедорожника. Прикиньте, если там где-то на заднем сидении находится пугливая девушка или ребенок, даже страшно о таком подумать. Хотя, быть может, окажется даже лучше, если пауки найдутся во время поездки. А то ведь эти проныры могут запрыгнуть в какой-нибудь пакет, аккуратно выбраться из него, оказавшись дома, ну и начать обустраиваться в новой квартире, прямо как на этом видео. И вот к чему все это может привести. К тому, что где-то на потолке у вас дома будут пауки. Много пауков, которых обычной метлой уже не прогонишь. Есть риск, что они прыгнут на лицо или, что еще хуже, укусят. Напряженный отдых Обычно, когда люди выбираются на природу, они ищут в этом какое-то расслабление, умиротворение и забвение на тему всех своих бытовых проблем и суеты. Однако, этого точно нельзя было сказать про ночку на этом видео. Ребята собрались спать в построенной ими палатке, но как только они выключили свет, их взгляд невольно пал на тень от пауков. На тень от десятков этих жутких членистоногих. Они как по щелчку пальцев окружили всю палатку и не давали людям из нее выйти. Вы знаете, кто-то посчитает это запатовую ситуацию, но если поискать плюсы, то можно заметить, что пауки идеально защищают людей от любых недоброжелателей. Никто ведь не захочет связываться с палаткой, окруженной этими противными созданиями, верно? Поэтому люди могли спать спокойно и ни о чем не переживать. Мне срочно нужна новая пара обуви. Наверное, как-то так сказал автор следующего видео после того, как нашел у себя в ботинке ужасного и большого паука. Этот монстр пробрался внутрь кроссовка и пробыл там некоторое время. Кто знает, быть может он отложил там яйца или что-то вроде того. В любом случае, проверять это никто не собирался. Люди из Австралии, которые снимали этот ролик, просто выбросили этот несчастный кроссовок вместе с пауком куда подальше и постарались забыть это, как страшный сон. Мам, я очень боюсь самолетов. Ничего страшного, сынок. Просто смотри в окошко и ни о чем не думай. Малыш поворачивает взгляд на иллюминатор и видит следующую картину. Да уж, фантазировать на эту тему можно реально долго, но меня больше волнует следующий вопрос. Как этот паук вообще сумел удержаться на самолете? Может ему сильно? Ну прям очень сильно. Нужно было перебраться через океан и попасть куда-то в другую страну? Другой причины в таком сильном рвении перелететь я даже представить не могу. Если у вас есть какие-то свои идеи на этот счет, то можете написать их в комментариях. Девушка отдыхала у себя на кровати после тяжелого и напряженного дня, когда совершенно внезапно она обнаружила у себя под подушкой паука. Этот монстр магическим образом пробрался в квартиру и спрятался. Как бы девушка не пыталась его искать, все попытки были тщетными, и она приняла решение уснуть дальше. На утро, когда девушка проснулась на кровати, паука уже не было. Он ползал где-то на полу. Не сдержавшись от страха и волнений, автор ролика засосала его своим пылесосом и с чувством выполненного долга отчиталась обо всем подписчикам в сети. А как бы вы поступили на ее месте? Напишите в комментариях. ПАУЧЬЯ ЛОВУШКА Эммм... А это, пожалуй, самое противное видео из всех, что я вообще когда-либо видел. На первый взгляд, здесь не происходит ничего супер страшного. Ну да, много пауков собрались вместе. Что-то подобное мы с вами уже сегодня видели. Но как только мой взгляд упал на задний фон, я, мягко говоря, был ошарашен. Вы вообще видите, насколько гигантская паучиха спряталась за этим гнездом из членистоногих. То ли они заманивают к себе в гости каких-то бедняк, то ли так отдыхают и готовятся к охоте. В любом случае, на месте автора видео я бы поскорее оттуда сваливал. Кто знает, может сородичи этих существ где-то поблизости и уже вовсю готовят план по поимке людей. Вот мы с вами до чертика впугаемся всех этих пауков. А ведь для кого-то они являются настоящими лучшими друзьями. Как же вы умудрились его убить? Убить? Он был моим старинным другом. Для кого-то, прямо как для этого парня из следующего видео. Он обожает играться с паучком, дает тому забираться по нему докуда угодно и совершенно не переживает о том, что членистоногая может укусить его. В общем, они живут и ни о каких проблемах не думают. Знаете, когда ты видишь, что паук не желает человеку зла, все это даже начинает смотреться как-то спокойно и приятно. Паук уже не выглядит таким злым и беспощадным, как на всех предыдущих роликах. Необычный остров Этот необычный греческий остров по-настоящему прекрасен. У него шикарный климат, теплая вода, далеко не худшая инфраструктура. Казалось бы, что может испортить всю эту красоту? Но тут совершенно внезапно за дело принимаются пауки, которые несколько раз за сезон перебираются на остров и заселяют его, выгоняя куда подальше всех, кто их боится. В результате, вся береговая линия, включая кусты, деревья и немногочисленную островную инфраструктуру, накрываются фатой из невероятно плотной паутины. Выглядит пейзаж по-настоящему жутко и напоминает локацию со съемок хоррора в духе фильма «Мгла». Однако истинно пугающим картину делает осознание того, что все это далеко не рукотворный антураж. Радует лишь одно. По словам биологов, переживать не о чем. Эти пауки, населяющие остров, людям никакого вреда нанести не могут. Да и природе тоже. Как только климатические условия перестают быть столь привлекательными для ползучих курортников, колония распадается. Место Икс Так, что тут у нас? Похоже, есть еще одно место, которое крайне нежелательно посещать всем людям с боязнью пауков. Речь идет о реке Сорек в Израиле. Вдоль нее, прямо недалеко от Иерусалима, можно увидеть настоящий город пауков. Его образование стало реальным из-за того, что река в значительной степени содержит очищенные источные воды, полные питательных веществ, которые способствуют распространению москитов, а те, в свою очередь, служат источником пищи для пауков. Обитают там существа из инфраотряда араниоморфных. Зовут их пауки-тетрагнатиды. Эти членистоногие создали настоящую плотнейшую паутину, буквально окутывающую лес. Единственный неприятный момент в том, что скоро, вероятно, их численность может сильно упасть. Температуры меняются, и по наступлению холодов в жизни этих пауков наступят темные времена. Но не только в Израиле можно встретить столь необычные виды и колоссальное скопление пауков. Эти кадры были сняты в Австралии. Куда же без нее? В одном из ее районов паутина покрыла дорогу на дистанции более километра. Как говорят ученые, это вуаль, последствия применяемой пауками тактики выживания. Они выбрасывают паутину, чтобы подняться на возвышенности и таким образом сбежать от наводнения. А на этом все. Напишите в комментариях, после какого момента у вас побежали мурашки по коже. И спасибо вам большое за просмотр. Субтитры создавал DimaTorzok